Доброе утро! Работник месяца, человек года, звания и награды бывают разные. А у нас, друзья, на связи человек тысячелетия, а именно, кандидат педагогических наук, депутат Совета депутатов города Лентора, председатель объединения работодателей Сургутского района, директор Ленторской школы номер 7 Юлия Голубова. Доброе утро! Юлия Александровна, доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, как можно получить такое невероятное звание, в каком конкурсе нужно поучаствовать? Ну, знаете, тут секрета никакого нет, и вообще это не конкурс. Я бы так сказала, что каждому человеку есть чем поделиться, у каждого человека есть какие-то достижения. И вот мне Вера Анатольевна Болдычева позвонила и предложила пропечататься в энциклопедии «Люди нашего тысячелетия». Ну, сразу скажу, что там все знаменитости. Я не такая знаменитость для того, чтобы там попасть в такую энциклопедию. Ну, меня уговорили, и я дала свои данные и пропечатались вот в этой энциклопедии. Я даже не ожидала, что это такой вот успех. Когда я приехала в Государственную Думу для вручения вот этой энциклопедии грамоты и медали, я даже не думала, что это так будет помпезно, тем более в Тройкуровской палате. И когда я увидела за столом знаменитых таких людей, как Светлана Журова и Елена Вяльбе, я вообще, ну, скажем так, немножко растерялась. Думаю, а я тут вот просто директор школы из Вентора. Ну, ничего себе просто директор школы. Ну, значит, уже непросто. Конечно. Вообще, расскажите, какие условия нужно было выполнить для того, чтобы попасть в эту книгу? Вообще, какие достижения? Да, или каким критериям соответствовать, да, чтобы попасть? Ну, нужно было написать немножко биографических данных и свои наработки. Что, с чем вообще прозвучать в этой книге нужно? Ну, смотрите, я проработала 30 лет в образовании. 15 лет я работала в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад Теремок». Потом мы открыли город детства. Ну, он тоже на слуху, он все-таки там есть три жемчужины, это всероссийский конкурс. Мы выступали там с такими проектами, как памятник воспитателю, единственный в России, который с собственными средствами, с хами, хами, без единого вложения бюджетных денег, просто вот из подручных средств мы сложили вот этот памятник воспитателю. Далее у нас открытие стойбищной школы. Это уникальнейший проект. Наша стойбищная школа называется «Невремонть», «Детская сказка». Это замечательный проект, где дети Ханты и Манси могут получать образование, не отлучаясь от своих родителей. Ну, а потом получилось так, что я попала в школу уже год с лишним. Я работаю в школе, но у нас уже здесь в школе тоже такие проекты получились, очень значимые. Как «Ученик года» мы награждаем лучших учеников по номинациям Нобелевской премии. У нас есть спонсоры, могу похвалиться этим. Вот. И сейчас у нас прошел такой очень интересный проект. Мы организовали школьный театр, и мы поставили спектакль «Командир легкой кавалерии». По сценарию руководителя пресс-бюро службы внешней разведки Сергея Иванова. По реальным событиям мы сами всей школой прониклись в эту историю, в эту настоящую историю. И вот мало кто знает, что этого Георга Вартаняна сыграл молодой Костолевский в Тегеране 43. Здесь у нас ученики 8-9 классов играли так проникновенно, что у зрителей даже были слезы на глазах. Учитель французского языка спела песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». И это тоже была неожиданность, что в школе, оказывается, есть такие таланты. Ну, вот такие вот у нас небольшие успехи. Ну, мне кажется, преуменьшайте. Действительно, это яркие и масштабные проекты, которые говорят о том, что вполне заслуженно вы оказались вот в этой книге. Прямо сейчас у вас есть уникальная возможность поздравить коллег, поздравить учеников и всех югорчан с наступающим Новым годом. Уважаемые друзья, наступает 2024 год. Я хочу вам пожелать отложить все дела и заняться самым главным и нужным делом — наряжать ёлку. Это не какая-нибудь игра, это самый настоящий классный ритуал. Это такое соприкосновение с детством, с запахом мандарин. И я хочу, чтобы в каждом доме звучала музыка Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». И вот когда зазвучит эта музыка в каждом доме и появится волшебная фея, вот тогда случится волшебство. И наступит самый настоящий, самый Новый год — 2024. И пусть побольше звучит музыки Мендельсона. Пусть побольше звучит супрузовских пар. И пусть побольше рождается детей. И вот здесь мы вас поддерживаем. И так будет так. Спасибо огромное вам за эфир, вам новых начинаний. Всегда будем рады вас видеть. Хорошего дня. Спасибо большое. До свидания. До свидания.